Печали с собой не приносит. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы благословляем Тебя, Царь, Царей, Бог Богов. Вся слава Тебе, вся честь и хвала Тебе. Аминь! Доброе утро, братья и сестры. Слава Богу. Пожалуйста, присаживайтесь. И давайте поблагодарим наших певцов, музыкантов, за то, что они сегодня хорошо старались петь, поклоняться Господу за присутствие Божье, за помазание. Положи руку на своего соседа, несколько минут помолись. Скажи, Святой Дух, благослови моего брата, мою сестру, чтобы его сердце было открыто для Слова Божьего. Чтобы в его сердце, в его духе родилась вера. Вера, которая побеждает мир. Вера, которая сокрушает сатану. Вера, которая побеждает бедность, нищету, болезни, проклятия. Вера, которая приносит финансы. Вера, которая дает возможность побеждать во всех сферах жизни. Пусть придет эта вера. Вера Божья, которая побеждает мир. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы сегодня через веру дьявол убежал из каждой жизни, из каждой семьи, судьбы. Пусть не будет преждевременной смерти, пусть не будет никаких болезней смертельных. Боже, мы молимся, благословляем наших детей, благословляем наши семьи. И мы верим в то, что благословение Божье, оно будет касаться всех сфер жизни, всех сфер жизни. Мы верим, что изменения придут под Божьим благословением во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. И сегодня всемирный день борьбы с антисемитизмом. Весь мир сегодня борется с антисемитизмом. И нам надо тоже помолиться, чтобы антисемитизма не было. Знаете, я честно вам скажу, мне тоже не всегда евреи нравятся. Но есть вещи, о которых Бог сказал, что надо это любить. Поэтому если Бог сказал, что надо любить, то надо любить. Если Бог сказал, что надо благословлять, надо благословлять. Знаете, в жизни все субъективно. Я не знаю, может, к днюк антисемитизма, мне сегодня Коломойский снился всю ночь. Мы с ним на каком-то огороде вдвоем стояли. И потом он начал текать. Я говорю, подожди. И он убежал. Ну, в любом случае, надо помолиться, чтобы Бог убрал антисемитизм в нашей стране. Знаете, там, где есть ненависть к евреям, там всегда будет разруха. Это закон. И ты никуда от этого не денешься. Когда он начал свои реформы в России, а Украина тоже, кстати, тогда входила в Российскую империю, то в России жило где-то 135 миллионов человек. Это была третья по величине страна мира. После Китая и Индии. Да. И там начали раздавать землю. Землю начали раздавать всем селянам. И реформы столыпинские, они прибивили бы к тому, что Ленина бы все посчитали за дурачка. Ну, вот если бы ему дали доделать эти реформы, все бы Ленина посчитали, что он дурачок. Потому что кричать землю крестьянам, когда земля и так у крестьян, это было бы глупо, да? Кричать заводы рабочим, когда заводы и так всем рабочим приезжают. И страна быстро-быстро шла быстро вперед. Но в какой-то тупой голове появилась идея, что для того, чтобы в России было все хорошо, надо убить всех евреев. Да. Вот такая идея появилась. И они начали истреблять евреев. Были так называемые черные сотни. В черную сотню входил святой Николай II. У него был значок черной сотни. Он был один из истребителей евреев. И всякая страна, которая начинает воевать против Божьего народа, в конце концов перестает быть страной. Где великая Римская империя, скажите мне? Что от Римской империи остались? Одни итальянцы. Да. Нету гордых римлян. Нету ни одного. Итальянцы остались. Которые макароны любят. Куда делась эта империя? Не надо трогать Божий народ. Которому, кстати, сегодня принадлежит и церковь. Потому что написано, из двух он сделал одно. Удалил преграду, которая была между нами. Как бы евреи не доказывали свою исключительность, но церковь тоже рядом с ними. Аминь. Поэтому нельзя воевать против Божьего народа. Нельзя воевать против людей, которые славят Бога, любят Бога, поклоняются Богу. Почему? Потому что, в конце концов, любой народ, который будет воевать, он разрушится. Кровавая страшная революция 1917 года. Это не что иное, как результат антисемитизма, который был в стране. Нам нужно молиться, чтобы все мы благословляли Божий народ. Благословляли еврейский народ. Желали мира Иерусалиму и всего хорошего Иерусалиму. Аминь. Аминь. Меня даже позвали... Куда меня позвали? Позвали меня на завтрак к президенту Израиля. В июне месяце поеду. Вот. Поэтому я лично от вас привет ему передам. Чего сказать? Хай шлет бабки. Я тоже так думал. У меня тоже такая мысль была. Давайте поднимем свои руки. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, мы молимся о том, чтобы дух антисемитизма, он изгнан был с нашей украинской земли, с русской земли, во имя Иисуса Христа, с белорусской земли, вообще с территории всего бывшего Советского Союза. Пусть этот дух антисемитизма уйдет именем Иисуса Христа. Дух Святой, мы принимаем силу Твоего помазания, Господь, благословения. И сегодня мы просим мира Иерусалиму. Господь, благослови, пусть эти все конфликты там закончатся, пусть эти все войны за территорию, они закончатся, пусть этот конфликт между Палестиной и Израилем закончится, между арабским миром и Израилем закончится, Боже, благослови. Мы молимся и просим мира Иерусалиму. Ты сказал, Господь, в своем слове, что всякий, кто благословит семя Авраама, тот будет благословен. Поэтому мы сегодня высвобождаем благословение из своих уст, из своих сердец для семени Авраамов во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса благослови, 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 Господь, еврейский народ. Мы принимаем это благословение и высвобождаем его на Божий народ во имя Иисуса Христа. И мы верим, что ты благословишь Украину через это. Пусть всякий антисемитский дух во имя Иисуса уберется вон из нашей страны, из нашей земли. Пусть придет любовь к Божьему народу во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Давайте мы откроем свои Библии, посмотрим Евангелие от Марка и посмотрим 8 главу, 22 стих. Приходит в Ифсаиду и приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнул ему в глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли что. Он взглянул, сказал, вижу проходящие людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. Послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Тема моей проповеди сегодня, не заходи. Пастор, куда? Ну, есть вещи, места, куда не надо тебе заходить просто. Да. Есть сайты, на которые не надо заходить. Аминь. Есть дома, в которые не надо заходить. Есть люди, к которым не надо заходить. Есть очень много вещей, мест, куда не надо заходить. Иисус пришел в Ифсаиду. Был такой город в Израиле на берегу Галилейского озера или моря. Евреи называют его море, но вообще это озеро. И когда он туда зашел, это был интересный город. Из этого города был Петр, из этого города был Андрей, из этого был города Филипп. Но всех этих людей Иисус из этого города вывел. Он и всем сказал, пошли за мной, я сделаю вас ловцами человека. И вот он пришел в этот город опять. И к нему приводят слепого человека, человека, который вообще не видит. Слепые глаза, закрытые глаза. И говорят, исцели его. Иисус берет этого человека за руку. И вместе с ним выходит за территорию этого города. За городом, когда Иисус был, этот слепой, может быть еще ученики, написано, он плюнул ему в глаза. Плюнул ему в глаза. Я думаю, что само по себе это служение уже может вызвать массу негатива. Аминь. У нас бывают служения возложения рук. Служения помазания елеем. У нас никогда не было еще служения плевания. Представьте, плакаты по городу висят. Служения плевания. Приходи в церковь, сегодня мы тебя плюем. Святая слюна. Исцеляющая. А если не исцелит? Ну, тут тоже как бы не сразу получилось. Вот Иисус это сделал за городом. Я думаю, он правильно сделал, что за городом это сделал. Потому что если бы он это сделал в городе, то у него были бы проблемы, наверное, сразу. Он вывел человека, вывел за город, плюнул в глаза. Говорит, посмотри, можешь что-то видеть? Он начал там что-то всматриваться. Говорит, ну, как сказать, ну, какие-то вот там, как деревья люди, люди как деревья. Он опять за него помолился. И он прозрел и начал видеть ясно. И вот Иисус ему говорит. Иисус ему говорит. Говорит, когда вернешься, в селение, из которого я тебя вывел, уже не заходи. Вы знаете, это связано с какими-то жертвами. Потому что он только квартиру купил двухкомнатную. В этом селении. Только ремонт сделал. Только унитаз новый поставил. Обои переклеил. Сантехнику купил. Чешскую. Да? Он только устроил свою жизнь в этом городе. А Иисус ему говорит. Слушай, в этот город уже не заходи. Мало того, ни с кем из этого города даже не разговаривай. И никому даже не рассказывай. О том, что Бог с тобой сделал. Что там в том городе было не такое? Что в этом городе было неправильно? Знаете, я знаю, что есть сила атмосферы. Ну, допустим, ты попадаешь на футбольный матч. И даже если ты не болельщик, то ты все равно не можешь там спокойно сидеть или стоять. понимаешь, когда все вскакивают. А ты вот так сидишь там. ты не можешь так сидеть. Ты можешь 20 минут сидеть. Ты можешь полчаса сидеть. Но потом давление этой атмосферы становится настолько сильным, что ты уже не можешь оставаться равнодушным. когда люди ходят в ночные клубы. Ты не можешь пойти в ночной клуб просто для того, чтобы тихо попить кофе. Просто, во-первых, там другая атмосфера, там другой дух, там специально все сделано для того, чтобы человек отрывался. Аминь. И ты не можешь находиться там и не поддаться под ту атмосферу. Знаете, в этом городе, в городе Вифсаида была какая-то атмосфера, с которой Иисус, он Петра вывел, Андрея вывел, Филиппа вывел, Слепого тоже вывел. Говорит, пошли. Тут не получится у тебя ничего. Пошли отсюда. Иисус, ты Сын Божий. Ты зависишь от атмосферы. Я вам скажу, любой Сын Божий зависит от атмосферы. Аминь. Любой Сын Божий зависит от атмосферы. Я завишу от атмосферы. Ты зависишь от атмосферы. Есть атмосфера, в которой ты исцеляешься легко. Есть атмосфера, в которой ты веришь легко. Есть атмосфера, в которой твоя жизнь... Знаете, когда дети воспитывают Родители воспитывают своих детей. Не важно, что родители говорят детям. Не важно, насколько правильны твои слова. Важно, насколько правильный дух в твоей семье. Насколько важна атмосфера в твоей семье. Потому что атмосфера влияет на человека сильнее, чем информация. Он сказал, слушай, я тебя исцелил. Ты сейчас видишь, ты сейчас уже не слепой. Но больше в этот город не заходи. Почему? Потому что есть атмосфера, в которой ты опять станешь слепым. Да? Есть атмосфера, в которой ты опять заболеешь. Есть атмосфера, в которой ты опять умрешь. Ты ожил для Бога, ты живой для Бога. Ты веришь Богу. Но если ты пойдешь в ту атмосферу, в которой дьявол действует, дьявол тебя опять умертвит. Он тебя опять уничтожит. Знаете, праведник Лот завел свою семью в Содоме и Гамору. Праведник, Бог сказал. Лот, праведник, Бог сказал. Лот, праведник. Это Бог сказал. Это не мы сказали. Он святой человек был. И когда он попал в атмосферу Содома и Гаморы, атмосфера была настолько сильной, что он потерял свою жену. Жена так привязалась сердцем к Содому и Гаморе, она так привязалась сердцем к этому разврату, к этому гламуру, что он не мог ее оттуда вытащить. Атмосфера Содома и Гаморы, она была настолько сильной, что его две дочери, которые воспитались в семье праведника, они никогда не слышали, чтобы отец матом гнул. Они никогда не видели, что он порнуху смотрел. Они никогда не видели, чтобы он пил, курил и что-то такое делал. Но атмосфера Содома и Гаморы была настолько сильной, что когда они с отцом оказались на горе, две сестры, две сестры с своим отцом оказались на горе, они сказали друг другу, давай напоим нашего отца и по очереди с ним переспим. Откуда берутся такие мысли? Ну это, наверное, какое-то проклятие. Это действие атмосферы. Это действие атмосферы. Тебе кажется, что на тебя ничего не влияет? Это тебе кажется. Даже Иисус, он попадал под влияние, поэтому он говорил, я в этом городе творить чудеса не буду. Потому что здесь такое давление, неверие, религии, сомнения. Здесь люди, они, как это называется слово, хулители, да? Они говорят только плохое. Они говорят плохие вещи постоянно. Они осуждают постоянно. Они постоянно из своего рта выкидывают всякую мерзость. Он говорит, я даже здесь не буду ничего делать. Я выйду отсюда. А я отсюда выйду. И там, за территорией этого города, я сделаю чудо. За территорией. Знаете, если ты хочешь попасть и увидеть чудо, тебе надо попасть на территорию, где вера действует. Амин. Территорию веры попасть нужно. Территорию веры нужно попасть. Тебе нужно попасть на территорию веры, где люди верят. Я всегда говорю вам, даже если со мной что-то случится, не смотрите на то, что со мной случилось. Верьте тому, что я говорил. Бог действует, действует и будет действовать всегда. Бог исцелял, исцеляет и будет исцелять. Слово Божье, оно должно быть сильнее, чем даже жизнь какого-то человека. Амин. Не смотри на людей, смотри на Библию. У людей может быть негативный опыт, может быть позитивный опыт, пока позитивный, слава Богу. Дальше не знаем, какой будет Бог в милости. Пусть и дальше будет позитивный. Но мы должны верить Богу. И мы должны находиться на территории веры. Если ты хочешь, чтобы Бог совершил чудо, ты должен находиться на территории, где люди верят. Иисус сказал слепому, он говорит, слушай сюда, слушай сюда. Я тебя сейчас исцелил. Но ты в этом городе уже жить не должен. Все, не живи здесь больше. Уже здесь не живи. И мало того, если тебя кто-то с этого города встретит и начнут спрашивать, а что это, ты прозрел? Ты прозрел? Он сказал, ну да, я прозрел. А как это было? Ну, короче, пошли мы с Иисусом за город. Стоим с ним. Он вот так берет. Фу! И я прозрел. Они сказали, ой. Это явно не от Господа чудо. Это явно не Божье чудо. Это не от Господа. Это... Господь такие чудеса не делает. Нет. Я никогда не читал в Библии, чтобы Господь плевался. Я читал. Я читал. Он одному вообще в глаза плюнул. И говорит, пойди умойся. Аминь. Пойди, говорит, умойся. Тот умылся и прозрел тоже. Оказывается, в плевании что-то есть. Ну, пока не будем мы это служение начинать. Пока еще не... Ну, как сказать... Еще дерзновения нет пока. Вообще, такой смелость не пришла еще на такое служение. Оно когда-нибудь придет. У Бунихина там дерзновение есть. Он пиджаком всех бьет. Бьет пиджаком всех. Антона ударил пиджаком и своей золотой пуговицей, которую он любит, золотые пуговицы, набил ему синяку такую. Многие люди тоже, они смотрят и говорят, что это не от Бога пиджаком бить. Ну, не знаю, как насчет пиджаком бить, но синяки набивать точно не от Бога. Он говорит, туда больше не заходи. Знаешь, есть люди, с которыми ты раз поговорил, и ты должен понять, что больше к ним заходить не надо. Наглые ругатели. Которые могут все обхаять, все облаять, все обложить, все самое хорошее, все самое хорошее. Они возьмут все самое хорошее, они его обмажут грязью, скажут, вот так и было. Иисус говорит, туда больше не заходи, потому что ты опять там слепым станешь. Знаете, если бы я имел власть ограничить общение некоторых людей, я бы этих людей спас бы. Но вы понимаете, мы сами решаем, куда нам заходить, а куда не заходить. Никто за тебя не решит. Контроля нет. Контроля нет, сам решаешь, куда тебе заходить, куда не заходить, на какой сайт заходить, на какой не заходить. ты должен поменять свою жизнь. Иисус говорит, я тебя зря не открыл, теперь иди туда, куда ты заходил раньше, на свою страницу в Фейсбуке, туда больше не заходи. А что с ним сделать? Поменяй статус. Я говорю, статус поменяй. На кого? Напиши теперь, Вася праведник. Раньше у тебя какой-то статус другой был, да? А сейчас напиши, Вася праведник, все. Поменяй статус. Туда больше не заходи, куда ты заходил, не надо туда больше заходить. Пойми, ты должен иметь дисциплину в своей жизни. Бог за тобой гоняться не будет. Бог у тебя стакан, пастор, пить можно или пить нельзя. Знаете, все же люди Библию читают. Все же люди Библию читают. И каждый вычитывает, что ему нравится. Кто-то вычитал, что он можно, кто-то вычитал, что нельзя. Но я вам скажу, дорогие мои, я на некоторых людей смотрю в церкви, я бы им даже хлебопреломления не давал. Я бы даже не давал бы понюхать. Вот так вот пронесли мимо, вот так, оп. И другому, что, все, свободен. А мне кровь Христа верой бери. Потому что ты понюхал, у тебя уже башню снесло. Я всем говорю, бывшим наркоманам, не вздумайте пить таблетки. Что, аналгин тоже нельзя? Нельзя. А голова болит? Терпи. Как терпи? Вот так просто терпи и все. Все, идешь, терпи. Голова болит. Сильно болит голова. Сильно болит голова. Терпи. А таблетку можно? Нельзя тебе. Почему она у тебя ассоциации вызовет сразу? Ты только увидишь таблетку. Одну выпил, что-то не помогает. Вторую не помогает. Третью не помогает. Четвертую не помогает. Пятую. Помогло. Я вот выпил пять таблеток. И сейчас прям так чувствую, прям аж молиться хочется. Вот так вот энергия какая-то пришла. Я чувствую, так прямо евангелизм с меня попер. Вот так хочется кому-то что-то рассказать сразу. Вот так рассказываю всем все. Завтра то же самое выпью. Подумаешь ты там 005 кадеина. Ерунда. Пачку выпью. Чтобы евангелизировать хорошо. Ты наркоман. Я говорю, ты наркоман. Не заходи. Куда не заходи? В аптечку не заходи. Аминь. В аптеку не заходи туда. Все. Аптеку видишь? Иди мимо. Ну мне бинт надо, да. Заплюй. Подорожник приложи. Не заходи туда. Ну я свободен. Я свободен. Я свободен. Послушайте. Если ты вышел из какого-то греха до конца жизни, ты должен его беречься. Если ты вышел из какого-то греха. Знаете, как смотришь, вот эти все аферисты, бандиты, как говорят в народе, нечистые на руку люди, да? Это в отношении к деньгам, да? Вот. Эти все люди, они сразу получают откровение заниматься бизнесом. Моментально. Только покаялся сразу. Все. Хо-хо-хо, бизнес, бизнес. Бог мне сказал, я буду бизнесом. Ты аферист? Ты вечный аферист? Ты же, а что делать? Ничего не делать. Иди работай. За зарплату. И зарплату вообще не бери даже в руки. Жене отдай. Ты аферист. У тебя природа афериста. Берегись. Ты же, ну деньги же надо. Небо надо больше, чем денег. Вы знаете, что мы все умрем? Да? Библия знаете, что говорит? В дом плача ходите все. В дом плача ходить. Вот похороны идут, иди на похороны. Чего идти на похороны? Просто смотри на похоронах и знай, что ты там будешь. Тебя тоже будут хоронить когда-то. А когда тебя похоронят, у тебя сразу вопрос-то, где я буду лежать? Глубина 2 метра? А? А надо мной еще 2 метра 2 куба земли? А? Где я буду лежать? И памятник из бумаги. Венок из бумаги. Там с ленточкой. От друзей. Как спрашивает мужика, говорит. Слышишь, хоронят типа, а что умер? А что умер? Говорит, да там на ленточках все написано. От жены, от друзей, от детей. От них и помер. Все умрут. Так вот, где твоя душа будет? На небе с Богом. Или будешь там лежать? Под двумя кубами земли. Аж страшно. Лучше об этом не думать. Спасение важнее, чем деньги. Спасение важнее, чем бизнес. Знаете, люди начинают заниматься бизнесом. Это их всосало опять. И ты смотришь, все, человек стал, был зрячим. Опять вернулся в Евсаиду. Стал опять слепым. Его эта атмосфера задушила. Его эта атмосфера опять ослепила. Потому Библия говорит, не заходи. Иисус говорит, не заходи туда больше. Господи, ну у меня там столько всего. Мне что, надо это все отрубить. Знаешь, если ты хочешь остаться с Богом, что-то придется отрубить. От чего-то придется отказаться. Знаете, я уже будучи пастырем, будучи епископом, Бог убрал с моей жизни некоторых друзей, которые на меня плохо влияли. И знаете, плохое влияние, ты его не чувствуешь сразу. Вот в чем его опасность. Ты его не чувствуешь сразу. Оно потихоньку происходит. Знаете, потихоньку, потихоньку. Дьявол действует потихоньку. Дьявол действует потихоньку. Знаете, эту историю давнюю о том, как лягушку в кипяток кинули, да, она сразу раз и выскочила тут. Потому что лягушки, они они хладнокровные, знаете, да? Мы люди, мы теплокровные. 36 и 6. Лягушки хладнокровные, да? У них холодная кровь. К этому они не мерзнут. И когда ты берешь лягушку, кидаешь в кастрюльку, на печку поставил, она жарится и улыбается. Там уже 50 градусов она улыбается. Там 60 градусов она улыбается. 70 градусов она улыбается. 80 градусов улыбается уже все время. Все вот так и сварили улыбающуюся. Не понял, как и закипел. Толкни соседа, скажи, это про тебя, это так. Ты не понял, как ты закипел вообще. Потихоньку. Знаете, Давид, Давид, все на молитву пошли, он дома остался. Говорит, ты знаешь, так устал, так устал, так устал, так устал. Надо хоть трошки отдохнуть. И решил спать днем. Скажи соседу, не спи днем. Ночью спи. И раз, спать днем. Это раз. Второе, слушайте, слушайте, никогда не отдыхайте за счет служения. Никогда не отдыхайте за счет ячейки, за счет молитвы, за счет евангелизма. Никогда не отдыхай за счет Божьих вещей. Потому что, если ты должен сейчас делать Божью работу, лучше шахту прогуляй. Лучше шахту прогуляй. Там наказания будет меньше. Там тебя кто накажет? А когда ты... Давид решил поспать. Написано, все пошли в поход, все пошли в города. Давид спит, спит днем, спит. Спал, 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 спал. Проснулся. И пошел на крышу. В Израиле все крыши плоские. Потому что, если у тебя ассоциация нашей крыши, то ты не можешь пойти на крышу. В Израиле все крыши плоские. Он пошел на плоскую крышу. Зашел на плоскую крышу. А там женщина в ванночке воду себе грела на солнце. Чтобы покупаться. Он зашел на крышу. Смотрит, она купается. Знаете, с чего все началось? Началось с того, что он решил днем поспать. Что плохого в том, что человек днем спит? Ничего плохого в том, что человек днем спит, нет. Но дьявол, он всегда ищет, ищет возможность где человека поймать. люди ловятся на мелочах. Послушайте, люди не ловятся на чем-то крупном. Я ни разу не слышал, я ни разу не слышал такого искушения, чтобы пришел кто-то и сказал, наркоману сказал, слушай сюда, давай, уколись, я тебе сейчас миллион долларов дам. Я ни разу такого не слышал. Я ни разу не слышал, чтобы кому-то принесли миллион и заставили его выпить. Я ни разу не слышал такого. Люди разводятся на ерунде. На ерунде. Расстроился. Настроение испортилось. Что такое? На ячейки на меня внимания не обратили. Расстроился. Лидер меня нагрубил. Так ты ж гордый. Ты ж гордый. И что? Ну если ты гордый, то тебе будут грубить. А как твою гордость унизить? Скажи. Был бы ты смиренный, тебе бы наоборот. Все поддерживали, говорили, слушай, да все нормально, молодец. Слава Богу, все у тебя будет хорошо. А ты гордый, тебе говорят. Слышь ты, сел тут, а ну встань. Встань, я сяду. Говорит, что унизили? Ты ж гордый. Дьявол ищет на мелочах. Иисус понимал это, он понимал это. Это слепой человек, он сейчас зрячий. У него глаза вот такие по 15 копеек. А-а-а! Он смотрит везде. А-а-а! А-а-а! В украинской Библии там перевод такой написано и вытрящился. Понимаешь? Иисус его так исцелил, что он аж вытрящился. А-а-а! Один наркоман говорил, говорит, пастырь, спасибо Богу, что он освободил меня от наркотиков. Я 15 лет на небо не смотрел. Наркоманы все вот так ходят. Чего они так ходят, не знают? 100 долларов хотят найти, да? Говорит, когда Иисус меня освободил, я... А-а-а! Небо голубое! Я небо увидел, небо. Говорит, кто-то встречает, говорит, слышишь, ты что, сейчас не колись? А он говорит, нет. А чем прешься? Он говорит, жизнью. Глаза открылись и жизнь прет. Когда глаза открылись, жизнь опять прет. Просто жизнь прет. Аминь! Отчего прешься? От того, что трезвый. Аллилуйя! Отчего? От того, что все хорошо. Аминь! А! Аллил говорит, есть каналы на которые не надо заходить просто не надо заходить и все есть книги которые не надо читать библию надо читать другие книги надо читать люди начитались какой-то ерунды в голове смешалась библия мистика какая-то буддизм экстрасенсорика все так в кучу так кучу все замешал 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 винегрет голове не захоти зачем тебе туда захотеть написано не искушай господа бога твоего поставь себе границу скажи вот эта граница я эту границу не переступаю . поставь себе границу поставь себе границу если ты не поставишь себе границу ты опять ослепнешь если ты не поставишь себе границу ты опять ослепнешь если ты поставишь себе границу Ты будешь видеть ясно всю свою жизнь. Ты будешь видеть, что такое хорошо, что такое плохо. Если ты поставишь себе границу, границу поставишь. Ты будешь ясно видеть, с кем свою судьбу надо связывать. За кого замуж выходить, за кого не выходить. О, мэн. Знаешь, через границу видно. Когда уже границу нарушил. Мама, люблю. Мама говорит, смотри на него, это придурок. А ты нарушила границу, ты уже не видишь этого. Ты уже не видишь этого. Ты уже видишь, ты видишь извращенно. У тебя слепота наступила. Слепота наступила заново. Ты уже не видишь ничего. Ты должен поставить для себя границы. Когда Давид пишет, межи мои прошли по прекрасным местам. Дьявол, он говорит, смотри, это так красиво, это так хорошо. Бог говорит, туда не переступай. Вот и все. Не ходи туда. Не ходи туда. Иисус говорит, хочешь быть зрячим, туда не заходи. Все, не заходи. Но так хочется. Так хочется. Мы должны научиться. Мы должны научиться себя обуздывать. Себя сдерживать. Мы должны научиться смирению. Мы должны научиться воздержанию. Амэн. Воздержись. Не заходи. И не разговаривай. Это не то место, где тебе будет хорошо. Это то место, где будет плохо. Знаете, когда начался конфликт между Россией и Украиной. Многие люди. Вот так. Российских каналов 50 штук. Ты, 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 ты. Ааа. Украина. Это одни бандеровцы. Вот. Вот сегодня свидетельство показывает. Бандеровица. Да. Свалява. Вот он. Похоже на бандеровца? А? Вообще само слово бандеровец. Что это такое вообще? Что это такое? Откуда это все взялось? Эти вещи? Откуда они взялись? Откуда? А человек переступил границу. И опять ослеп. Ты сегодня владеешь политической обстановкой мира? И быстро идешь в ад. Быстро идешь в ад. Если ты сегодня умрешь, ты, зная, что в Украине бандеровцы, а в России хорошие люди, ты прямо пойдешь в ад. Или наоборот. Не, она ведь, знаешь, она политична. Понимаешь? Можно наоборот. Можно здесь насмотреться. Ах, эти, эти ж, а, такие-сякие москали. Какие москали? Какие? Кого вы имеете в виду? Вы имеете в виду тех 70 церквей, которые есть у нас, у нас есть в России? Этих искренних верующих людей, которые сегодня любят Бога и которые служат Богу? Кого вы имеете в виду? Или вы имеете в виду кучку каких-то странных людей, которые пытаются свои амбиции удовлетворять? Не заходи. Есть вещи, куда не надо заходить просто и все. Просто туда не надо заходить. Ну я гороскопы почитаю. Не заходи туда. Ты хочешь, чтобы тебя контролировала какая-то тупая тетка, которая сидит и рассказывает, какой у тебя благоприятный или неблагоприятный день сегодня? Ты хочешь, чтобы она тебя контролировала? Чтобы она сказала информацию, за которую ты целый день будешь думать, зачем ты туда заходишь? Не заходи туда. Для чего? Чтобы видеть ясно. Я хочу видеть ясно. Я хочу видеть ясно. Я не хочу видеть сквозь наркотический, алкогольный, оккультный, политический дурман. Я хочу видеть ясно. А если я хочу видеть ясно, то Вифсаида это не мой город. Амэн. Не мой город. Знаете, были города в Израиле, которые Иисус любил. Давайте Луки откроем. 24 главу. Это последняя глава Иоанна Леонид Луки. 50 стих. И вывел их вон из города до Вифании. И поднял руки свои, благословил их. И когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Господа. Была Вифсаида, а была Вифания. В Вифания было 30 стадий от Иерусалима. Что такое стадии, не знаю. Ну, видно, далековато было. Да, далеко было. Может, как Петропавловка, не знаю. Может, как Красноармейск. Может, как Павлоград, не знаю сколько. 30 стадий было. Так вот, Иисус, когда Он в Иерусалиме проповедовал, Он никогда на ночь в Иерусалиме не оставался. Представляешь? Ты же Иерусалим, столица мира. Духовная столица мира. Центр трех религий. Христианство, мусульманство, иудаизм. А Иисус там ни разу не ночевал. Я вот недавно ночевал в Иерусалиме. Тоже не понравилось. Тоже не понравилось. Приехал со стены плача поздно вечером. Говорю на этом, на рецепшене. Воды дайте, бутылку воды дайте. Они говорят, с крана пей. Я говорю, не хочу вашу азиатскую воду пить с крана. Он говорит, у нас нет воды. Говорю, как нет воды? В четырехзвездочном номере должна быть вода. В бутылке холодильник же есть. Значит, в холодильнике должна стоять вода. Иерусалим. Иерусалим. Побивающий пророков. Нету. Я говорю, продайте. Они говорят, нету, закрыты все кафе. Я пошел в одно кафе, которое закрыто. Залез туда. Достал бутылку воды. И пошел. Он орет на этом своем еврейском. Я говорю, что ты орешь? Все равно тебя не понимаю. Что ты там орешь? На тебе, десять шекелей. Все. До свидания. Я говорю, тоже в Иерусалиме. Иисус ночевал в Ифании. Потому что в Ифании там был дом с хорошей атмосферой. Амэн. Там была семья Мария, Марфа и Лазарь. Вообще, крутая семья была. Крутая семья. Представляете? Марфа все время что-то варила. Варила все время. Что-то варила, варила. Все готовила. Иисус говорит, она готовит, готовит, готовит. Знаете, вот это нормальная семья. А Мария, та вот так все время сидела. Иисус говорит, еще что-нибудь расскажи, а? Еще что-нибудь расскажи, а? Вот нормальная семья. Пришел гость, да? Одна варит, другая сидит. Говорит, ну и расскажи еще что-нибудь. Не бросили гостя в пустой комнате? И варят. Или наоборот. Сидят. Водички хотите? Нету. У нас шаббат. У меня нет шаббата. У меня нет шаббата. Для народа Божьего остается субботство. Мы каждый день суббота у нас. У нас все время суббота. Вот сегодня суббота. И завтра суббота. На 10 часов утра семинар. В субботу надо на семинары ходить весь суббота. Иисус оставался в Ифании. Там другая атмосфера была. Знаете, там Его никто не обвинял. Амэн. Там на Него никто не наезжал. Там никто на Него не клеветал. Даже Лазарь умер. Лазарь умер. Никто не сказал, Иисус, Иисус, бессовестный. Что, раньше прийти нельзя? Она говорит, Иисус, если бы Ты был здесь, Лазарь бы не умер. Но и сейчас я знаю. Если Ты захочешь воскресить, воскресишь. Вот такая атмосфера была. Вифания. Помолись за свою соседу. Скажи, Бог, благослови. Чтобы у него дом был, как Вифания. Не Вифсаида. А как Вифания был дом. Амэн. Иисус говорит, сегодня я буду возноситься. Возноситься буду. Знаете, если бы он возносился в Иерусалиме, он бы не вознесся до сих пор. Потому что там даже воды не дают. Он бы до сих пор не вознесся. Он бы стоял так. Не могу оторваться. Что такое? Да потому что кругом одни фарисеи. Кругом все неверующие. Одни тормоза кругом. Среди тормозов. Как чудо сделать? Не получается. Даже на небо надо уже. Оторваться не могу. Он говорит, ребята, чудо хотите? Да. Пошли туда, где чудеса случаются. Куда? В Вифании. Я там мужика, который 4 дня мертвый был. Я его воскресил. Я там и вознесусь. А мы. Понимаете? Есть атмосфера, в которой все происходит. Есть атмосфера, в которой ничего не происходит. Ничего не происходит. Иисус повел людей туда. В Вифанию. Там Лазарь стоял. Лазарь стоял. Марфа стояла. С тарелкой борща. Она перед Вознесением Иисусу решила тарелочку еще подогнать. Господь, дай еще пару ложек съешь и давай. Несись. Там Мария стояла. Которую слушала все время Иисуса. Там нормальные люди были. Понимаете? Нормальные. Не те, которые Иисусу косточки перемывали в Иерусалиме. Которые говорили, не, ну, не может он быть сыном Божьим. Не может. Это вопрос спорный. Человек сей не соблюдает субботы. Воды потребовал. В субботу. Не соблюдает субботу. Грешнику. Что за народ? В таком народе никто не возносится. Вы слышите меня? В таком народе никто не возносится. В таком народе только все опускаются. А я хочу, чтобы мы были народом, в котором кто-то возносится постоянно. Аминь. Кто-то постоянно возносится. Кто-то постоянно возносится. Кто-то постоянно возносится. Аминь. Знаете, если мы будем косточки друг другу мыть. Знаете, откуда эта вообще тема пошла? это у евреев тоже обычай такой был они же людей хоронили своих родственников и раз там по-моему в 5 лет или в 10 лет, не знаю они отодвигали этот камень, заходили туда брали тазик доставали с могилы косточки и мыли мочалкой потом опять слаживали ну а что типа лежит с грязными косточками помыли так смотришь, нормально, с помытыми косточками лежит хороший уж, слава Богу, ушел в Першитравинске нет такого обычая прикинь, ты пошел ты сейчас там какого-то деда шахтера раскопал мочалкой ему кости помыл так это червячки это нам не надо мыть кости друг к другу амэн нам надо благословлять друг друга нам надо говорить хорошие вещи нам нужно верить верить во что? во все все Бог может все Бог может все Бог может вот такая атмосфера должна быть в этой атмосфере все будут возноситься людям легко будет легко знаете, есть атмосфера в которой легко Иисус зашел на территорию Вифания и стал воздушным ау и понесся а на территории Иерусалима уши горят щеки горят да, нелегко жить когда тебя обсуждают тысячи человек тысячи человек говорят Иисус или не Иисус, Сын Божий или не Иисус аферист тяжело он пошел туда где хорошая атмосфера где легко давайте сделаем церковь такой атмосферой давайте благословлять друг друга давайте говорить хорошее друг о друге давайте служить друг другу давайте не обвинять друг друга не обвинять а давайте наоборот оправдывать ближним оправдывать поймите мы можем создать дух здесь дух можем создать с этого места уже столько людей вознеслось амэн столько людей вознесло с этого места надо чтобы наш город был в Ифании чтобы он не был в Ифсаидой с которой Иисус вышел и пошел как в том анекдоте бомж пришел в церковь а там все такие приличные ну как здесь одетые хорошо набрызгали все пахнут и лидер по порядку ему говорит в таком виде к нам в церковь не приходи он говорит в каком виде приходить он говорит у Иисуса спроси в каком виде приходить в церковь бомж пошел молиться говорит господи в каком виде мне в эту церковь приходить Иисус говорит не знаю я там никогда не был знаете есть атмосфера в которой Иисус никогда не был. А есть атмосфера, в которой Иисус, даже будучи в Иерусалиме, в Иерусалиме, в Иерусалиме, он говорит, я буду возноситься, но не отсюда. Отсюда я не вознесусь. Тут меня опять распнут. И опять меня похоронят. И опять на меня камень положат сверху. Вот это такое место. Я пойду в место, где мне легко возноситься. Знаете, камеру на меня направьте. Новое поколение должно быть таким местом, где людям легко возноситься. Где людям легко подниматься. Подниматься в бизнесе, подниматься в служении. Подниматься во всех сферах своей жизни. Мы должны быть таким местом. Мы должны создавать такую атмосферу. не там, где не там, где люди опускаются, там, где люди поднимаются, не там, где люди становятся слепыми, а там, где люди прозревают. Прозревают. Там, где люди могут видеть все. Ясно. Ясно. Иисус говорит, туда больше не ходи, не ходи. Все. А у меня там квартира, не ходи туда. А у меня там родственники, не ходи туда. Не ходи. Почему? Если я туда пойду, тебя опять слепым сделают. Твои родственники тебя опять слепым сделают. Амэн. Есть вещи, куда ты не должен идти. Знаете, есть память. память. По психологии есть память. Память на какие-то места, память на какую-то атмосферу. На таблетке у людей память есть. На запах алкоголя память есть. Иисус говорит, не заходи туда больше, чтобы тебе остаться зрячим. Зрячим. Чтобы тебе видеть. Ясно. Братья и сёстры. Грех. Он лишает нас видения. Праведность. Дает нам видеть ясно. У тебя есть судьба от Бога. У тебя есть призвание. У тебя есть Бога предназначение от Бога, от Бога. И ты, ты, ты туда не идёшь только потому, что ты не видишь. Иисус говорит, я тебе дам возможность видеть. Ты прозришь. Но не возвращайся в ту старую жизнь. Потому что в старой жизни ты опять ослепнешь. В старой жизни ты опять ослепнешь. Иисус Христос. Он говорит, кто во Христе, тут новое творение. Всё старое прошло. Теперь всё новое. Новое. Наша старая жизнь, она осталась сзади. Вообще, Иисус, Иисус, Он дает нам такой дар великий. Такой великий дар. Он говорит, каждый день ты можешь начать всё сначала. Это вообще, это дар. Библия говорит, милость Божья обновляется каждое утро. Господь говорит, все творю, всё новое. Старое всё прошло. Теперь всё новое. Представь, ты можешь каждый день начать сначала. Человек тянет со своего старого, со своего прошлого всё, свой гармыдр. Иисус говорит, новая жизнь. да, да, да. С Вифсаидой не будет новой жизни. Не заходи туда. Не заходи туда. Ты должен знать свою Вифсаиду. Амин. Ты должен знать, куда тебе не надо заходить. Ты должен знать те места, куда тебе не надо ступать ногой. Поставь забор, очерти круг и не переступай. Не переступай. Сам себе поставь границу. Сам реши, куда тебе идти, куда тебе не идти. Есть вещи, которые могут тебе сделать грешником. Есть атмосфера, которая может сделать тебя праведником навсегда. Держись церкви Держись Нашего движения В конце концов Почему мы говорим движение? Потому что мы куда-то все время движемся Куда-то движемся Наш Бог великий Наш Бог это Бог движения Братья и сестры Телеканалы открывают олигархи Вы знаете? И многие из них их закрывают Потому что они тянут Тысячи людей на стадионах собирают Только олигархи И то не все Команда металлистов Нету ее Все Куда делась? Нету У олигарха кончились деньги Я говорю Наш Бог великий Как Павел говорит Мы ничего не имеем Всем обладаем Ничего не имеем У нас ничего нет Ничего нет Но у нас есть Бог И самое главное Чтобы Бог действовал Нужна атмосфера Атмосфера это мы с вами Мы с вами Понимаете? Это мы с вами Вот какой у нас настрой Какая у нас вера Такая в общем И атмосфера Ну я вот сегодня пришел На служение Что-нибудь услышу От пастора Такое неправильное И потом Целую неделю Буду разговаривать На эту тему Я же честный перед вами Поэтому вполне возможно Что-то я неправильно сказал Может неправильно было Ограбить ночной магазин В Иерусалиме Я заплатил потом Может быть Не спорю Но мы должны Понимать Что мы семья Как Вифания Мария Марфа Лазарь И возносящийся Иисус Да Ты попал в церковь Где многие вещи Могут решиться Да Когда все хорошо Все хорошо Но когда все плохо становится Когда человек дианас получает Здесь это может решиться Именно из-за этой атмосферы Из-за этого духа Мы его создаем Эту атмосферу Мы поем Чтобы создать эту атмосферу Мы молимся Чтобы создать эту атмосферу Атмосферу веры Куда Всегда приходит Иисус Давайте закроем свои глаза Скажи Иисус Христос Дай мне Мудрости Дай мне Твердости Духа Дай мне Правильный характер Чтобы Я больше Никогда не заходил В эту Ивсаиду Туда Где я был слеп Туда Где я жил В проклятии Я отрекаюсь От этого Во имя Иисуса Христа О, святой дух Мы нуждаемся в тебе Дьявол, я связываю сейчас Всякий твой дух Всякий дух противления Всякий дух нечистоты Дьявол, я связываю тебя Во имя Иисуса Христа Всякий дух нечистот Дух Святой, я принимаю твое помазание. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Положи руку на сердце свое и скажи, Бог, я молюсь, чтобы быть человеком, который приносит хорошую атмосферу, хороший дух на всякое место, на всякое место, на всякое место. Дух веры, дух веры, веры, которая сдвигает горы, вера, которая побеждает мир, вера, которая может изгнать дьявола, вера, которая может переставлять горы. Дух Святой благословит. Дух Святой, я принимаю твое помазание, я принимаю силу твоего помазания, силу твоего благословения. Подними сейчас правую руку ладонью вверх, подними сейчас правую руку ладонью вверх. Святой Дух, я верю в твою благодать, исцеление сейчас на этом месте. Я верю, что ты, Господь, Целитель наш, ты, Господь, Целитель наш, ты, Якова Рафа, Господь, Целитель наш. Ты исцеляешь все недуги наши, ты прощаешь все беззакония, ты благоволением своим, как щитом, ограждаешь свой народ. И я верю в твою благодать, исцеление, благословение, спасение. О, Дух Святой, я молюсь, чтобы ты наполнил каждого человека сейчас своей силой, Дух Святой, своим присутствием, своим помазанием. Боже, я молюсь, чтобы прямо сейчас каждая рука была наполнена исцеляющей силой. Боже, дай каждому почувствовать твою благодать, твою силу исцеления. И пусть придет это помазание, тяжелое помазание, которое может проникнуть в каждое сердце, в каждую душу, в каждое сердце. Просто положи свою правую руку на то место, где у тебя есть болезнь, молись сейчас, молись с верой. Если у тебя есть воспаление какое-то, есть какая-то болезнь, есть какая-то патология, есть какие-то опухоли, вирусы какие-то, положи правую руку на место, где есть болезнь. И просто благодаря Иисуса за то, что ранами Его мы исцелились.